В Анадыре подвели итоги викторины «Решаем-2020». После закрытия избирательных участков в центре города ее организаторы провели финальный тур. В прямом эфире они в своем официальном инстаграм-аккаунте разыграли заявленные ранее призы. Викторина «Решаем», запущенная одновременно с голосованием по поправкам Конституции Российской Федерации, подошла к финалу. 1 июля после закрытия участков организаторы, а это фонд поддержки молодежи, подвели итоги. На улице в центре города у памятника Юрию Рыдхеу обустроили импровизированную площадку, где и проходил розыгрыш призов. Онлайн-трансляция шла в инстаграме. Сегодня мы провели финальное определение победителей по итогам всей викторины. То есть 25 июня, все, кто ответил правильно на викторину, и по сегодняшний день. Вручим им следующие призы. На каждом пункте проведения викторины, как я уже говорил, их 5, мы определили три подарка. Три приза – это телевизор, стиральная машина и холодильник. Так как у нас пунктов 5, следовательно, подарков у нас всего 15. Множество самых различных призов было разыграно в рамках викторины. Финалистов определили на последнем этапе конкурса. Их выбрали из общего количества победителей за прошедшие 7 дней. На каждом избирательном участке был одинаковый комплект призов. Это телевизор, стиральная машина и холодильник. Счастливые их обладатели вписаны в сертификаты, при предъявлении которого можно будет забрать свой приз. Все ID номера победителей мы каждый день выкладываем у себя в социальных сетях. Это Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте. И также наши партнеры выкладывают ID номера победителей. Если вы не смогли найти, ой, то есть если вы стали победителем, мы все равно с вами свяжемся, потому что вы оставляли там свои данные для обратной связи. Так что не переживайте, все, кто победил, все, чьи номера мы сегодня определили, мы с ними свяжемся в течение завтрашнего дня. Напомним, викторина «Решаем» стартовала 25 июня. И вот она завершилась. Участие в ней приняли более 2000 жителей городского округа Надрь. Владимир Никиченко, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.